Алтынай Валитов, который призвал поддержать уже осужденного Фаиля Алсынова, он также призвал жителей других национальных республик России выйти и защищать свои национальные права, свое национальное достоинство. Есть ли регионы с похожей ситуацией в России? Ну, есть. Вот, например, несколько дней назад протесты были в Якутии, в столице Якутске, когда, ну, якобы, значит, какие-то мигранты там что-то, какое-то преступление совершили, и якуты вышли на протест. И вот эти четыре дня там блокировали мессенджеры. Вот сегодня, вот сейчас буквально только разблокировали их. То есть власть тестирует, власть боится, потому что любая искра может вспыхнуть. Там люди тоже очень сильно недовольны. Когда была мобилизация, там выходили женщины с протестом против того, чтобы их мужей призывали, потому что, несмотря на то, что республика по территории большая, а население-то маленькое, там всего миллион человек. И вот для национальных таких регионов это серьезно бьет по генофонду. Поэтому я думаю, что протесты будут усиливаться и в Туве, возможно, в Татарстане, в той же Бурятии, потому что проблемы не решаются, люди умирают. А Путин сознательно отправляет их на войну. Для чего? Для того, чтобы вот те самые национальные протесты не стали возможными. Более того, он всех засовывает в это прокурористовое ложе русского мира, отказывая людям в их праве на национальные какие-то, так сказать, потребности. Эти национальные потребности, национально-культурные, они никаким образом не реализуются. И вот если мы видим культуру последних лет, Татарстан, Тыва, Башкиры, появляется кино, национальное кино, национальная музыка. Есть ли запрос у молодого поколения на идентичность? Если он растет, то почему? Что становится причиной этого? Запрос действительно есть. Он растет. И не в последнюю очередь по причине войны. Потому что стало актуально, модным и, скажем, политически правильным быть не членом русского мира. Соответственно, люди стали искать свои национальные корни. Стали обращать внимание на свою идентичность, некогда забытую или сознательно преданную забвению. И это проявляется в интересе к своему языку, к своей культуре, к своим корням. Иной вопрос, что не все могут реализовать эти запросы. Потому что есть республики, где просто, так сказать, каток прошелся, например, Амариэл, Мордовия. Там нет национальных школ. Практически национальная интеллигенция истреблена. Не только со времен Сталина. Это и сейчас происходит, кстати говоря. Но национальный вопрос фактически слабал хребет Российской империи в 1917 году, в 1900 и в 1991. И нерешенность национального вопроса вновь стоит ребром. И, в общем-то, мы же прекрасно понимаем, что война против Украины была идеологически оформлена как раз как национальный вопрос. Как вопрос за язык в том числе. И таким образом, да, Владимир Путин открыл ящик Пандоры. И, как вы выразились, бумеранг может ударить по нему самому.